приветствую друзья с вами кривых олег и мы находимся в городе карасук новосибирской области я приехал на пусконаладку автоматического твердотопливного котла саварского пром авто на 300 киловатт здесь будет отопление большого торгового комплекса на 2000 квадратных метров с высокими потолками на тепловентиляторах саварус я полностью проектировал систему отопления будут установлены мотор редукторы протестированы загружен уголь подано топливо на горелку то есть я посмотрю протестирую как будет подаваться топлива на горелку да она одну на вторую также будут установлены протестированы вентиляторы после этого будет произведен пуска наладочной работы уже горелок в работу розжиг растопка вывод на максимальную мощность как только мы котел прогреем дальше покажу вам по объекту нагрев системы отопления как правильно нагревать и запуск тепловентиляторов то есть полностью цикл от начала до конца вот самого начала как только мы приехали да вот я приехал подготовил мотор редукторы котел полностью все протестировал что все работает и дальше начинается запуск и последовательно я буду все четко понятно рассказывать чтобы вы могли ознакомиться и сделать выводы если вам нужно такое же качественное отопление как на этом объекте можете обратиться к нам чтобы решить вашу задачу то есть с удовольствием вам поможем обращайтесь в нашу компанию все ссылки под этим видео а мы начнем подготовку нашего котла к запуску то что друзья приступаем ну что друзья продолжается подготовительные работы к пуска наладки автоматического угольного котла саварус кован пром авто котел на 300 киловатт на две горелки были подготовлены и запущены два контроллера на шкафу управления каждый контроллер управляет отдельно шнеком топливоподачи сейчас стоит задача прикрутить мотор редукторе на шнеке подсоединить к винтовым шнекам получается у нас вот первый шнек левый к нему нужно будет подсоединить мотор редуктор и второй шнек справа тоже нужно установить мотор редуктор сейчас я вам расскажу и покажу на видео как это сделать правильно чтобы не было вопросов и вы могли это сделать самостоятельно ну что друзья давайте покажу как монтировать мотор редуктор на оконцовку шнека так друзья вот плане сейчас его закрепляю именно вот эту часть прикрепляя к трубе шнека вот и дальше уже монтирую мотор редуктор смотрите друзья у нас идет такая шайба да она должна быть закручена вот с торца с этой стороны обязательно она нужна для того чтобы при реверсе шнека нас снег как бы не ушел туда вперед что крепим большой фланец так друзья готово все мышка под вытащу так все затягивая все лишнее убираем убираем остатки изоленты потому что это все может помешать встать шнека на место ну что друзья фланец прикручен сейчас буду устанавливать мотор редуктор как только фиксируем мотор редуктор я тестирую то есть подключаю провода на подачу и на реверс тестирую и на горелке мы смотрим проверяем как работают шнеки то есть как подается вперед как назад после того как все мы проверили что все работает никаких вопросов нет засыпаем уголь и подаем на горелку то есть нужно будет протестировать чтобы мотор редуктор спокойно продавливал на горелку никаких вопросов не было давайте установим мотор редуктор убираем заглушки так куртку снял уже стало легче вот так вот пошел пошел хорошо пошел красота так ну что я думаю наверное сразу сразу вот этот вот болтичек закрутить заблокировать шнек чтобы он никуда у нас не крутился чтобы не дай бог не выскочил никуда так все отлично все отлично закручивается красота просто просто в резьбу вкручиваем и все необходимо сейчас крутить сапуны это очень важно что такое сапун это по сути пробка с отверстием отверстие нам нужно для того чтобы воздух при нагревании масла свободно выходил и входил обратно ну что смотрите у нас есть вот такие вот пробки они идут в комплекте называется сапун сапун потому что идет сообщение с атмосферой то есть когда масло нагревается воздух должен из внутренней полости покинуть покинуть воздух внутреннюю полость мотор редуктор потому что масло нагревается воздух тоже нагревается идет давление если их не поставить сапуны это вот маленький сапун на маленький мотор редуктор это вот на эту часть это больше на большой то сбоку выдавит уплотнитель вот эти резиночки они идут с пружинкой и потом их очень сложно поставить на место масло будет постоянно капать поэтому обязательно ставьте сапуны то есть перед тем как будете запускать в работу сейчас у даже предстоит небольшая работа это просто подать уголь на горелку но все равно сапун должен уже стоять такого не должно быть чтобы мы подвергаем риску мотор редуктор все во время поставили все сделали это гарантия того что техника будет долгой надежно работать так вот еще второй набор сейчас сразу все поставлю и и будем загружать уголь загрузка угля будет интересной потому что тут у нас стоит такая мини кран балка но не балка как бы а монорелиз такой ну что давайте выкрутим большую пробочку у нас основной блок мотор редуктора большой кстати суда залито консервационное масло можно эксплуатировать до 100 часов дальше заливается редукторное масло качественно и где-то раз в год надо будет менять сезон прошел масло заменили так вот сапун с отверстием так резинка есть и даже сбоку есть окошечко на мотор редукторе можно будет смотреть уровень масла все соблюдаем рекомендации соблюдаем рекомендации техника служит долго и надежно так все один заменили вот и маленький тоже так готово так ну что друзья все готово идем смотреть результат нашей работы что у нас получилось как результат нужно показать работу шнеков ну что друзья наш котел готов к запуску горелок и к загрузке угля для этого было проведено много работы собран контроллер на две горелки то есть на каждую горелку идет свой собственный контроллер установлены мотор редукторы вот наши горелки каждая по 150 киловатт шнек 127 миллиметров это означает что можно загружать уголь сорт орех вот шнек наш такие большие горелки сейчас давайте запустим подачу на левом шнеке и на правом все загудела загудела заработала так смотрим правый шнек работает видно что подача идет то есть он как бы давит со стороны бункера видите винтом как бы выкручивая и второй шнек так сейчас вот так все тоже работает на подачу горелки с широкими краями множество отверстий гореть будет прекрасно давайте я включу реверс реверс это обратная отмотка так скажем все все смотрите он как бы загребает что уголь гребется обратно но вот так конечно не стоит чтобы долго он так все это делает потому что он будет ромбовать в районе мотор редуктора это нужно в течение ну 3 секунд трех петель отматывает назад давайте я выключу ну что друзья на этом я буду заканчивать видео установки мотор редукторов на шнеке топливоподачи котла саварус кован пром авто на 300 киловатт на две горелки в следующем видео буду показывать загрузку угля с помощью тельфера а на этом все с вами был кривых олег компания саварус и пусть в вашем доме всегда будет подкарков саварус будет шуме подкарков до 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 Субтитры подогнал «Симон»!